Всем привет, дамы и господа! Тема сегодняшнего нашего обсуждения Battlefield 2042, но в немного необычном исполнении, а в версии для Past Gen. Собственно, как обстоят дела и играбельна ли новая часть Battlefield, в моем случае на PS4, версия FAT, и стоит ли надеяться на то, что новая часть на PS4 будет выглядеть конкурентно? Я думаю, максимально доступно изъяснил вектор развития сегодняшнего ролика. В общем, Battlefield 2042, как обстоят дела на PS4? Начну, пожалуй, из хорошей новости. Не знаю, что этому послужило. То ли хорошие продажи FIFA 22, но Electronic Arts решили расщедриться, и версию для двух поколений консолей PS4 и PS5 продают за базовый самый дешевый прайс, как было ранее. Для того, чтобы получить версию для двух поколений консолей, необходимо было купить самую жирную мажорную версию, и после чего у вас будет две версии. Сейчас же, если вы купите самую бичевскую версию, которая ни много ни мало стоит 2200 гривен или 4900 рублей, но комплектом вы теперь получите дополнительную версию для нового поколения. Ох, я чувствую, эта щедрость электроников отыграется на геймерах на платных DLC. По своей сути, новая часть ничем не отличается от привычных канонов серии Battlefield 2042. Это по-прежнему крутой мультиплеер, который рассчитан на большие баталии, огромные карты с использованием техники. В первую очередь 2042 возвращает нас к первоначальным истокам из разряда Battlefield 4. Только события новой части разворачиваются в недалеком будущем, и пожалуй, что самое главное, без использования каких-то там различных футуристических технологий, а все в рамках допустимого. Первое, с чем сталкиваются игроки и в частности на PS4, и исключительно из-за низкой производительности PS4 на 2021 год, это уменьшенные карты и порезанные текстуры. Не в зависимости от того, на какой версии PS4 вы играете, FAT или Slim, графика будет идентичная. Другое дело, про-версия, там немного текстура так привлекательнее смотрится, но в целом картина в лучшую сторону далеко не ушла. В частности, картинка, которую вы сейчас видите, захвачена с PS4 версии FAT через карту захвата с высоким битрейдом, для того, чтобы аутентично вам передать всю графику и все реалии новой части. Как минимум, я бы не рекомендовал обольщаться и надеяться на то, что версия для уходящего поколения будет хотя бы на голову выше последней части Battlefield 5. Если взять к сравнению с новой частью Battlefield 5, то исключительно в графической составляющей плюс-минус у нас дела обстоят одинаково, только в 2042 немного добавили бликов и эффектов, которые порой крайне негативно отражаются на фреймрейде. Дальние текстуры выглядят по-прежнему, как будто глаза хозяйственным мылом залили, но нужно отдать должное, что в версии для нового поколения или же ПК данная проблема не столь ощутима. Визуализация бесспорно это хорошо, но больших изменений претерпелась боевка и геймплей в целом. Пожалуй, главное нововведение новой части Battlefield это кастомизация оружия во время боя. Нажав L1 мы выводим селектор, который чем-то мне напоминает игру Crysis, после чего мы можем изменять обвесы, устанавливать дополнительные прицелы и также изменять тип патронов. Бесспорно полезная функция, так как позволяет адаптироваться к дистанции боя. Следующая новая особенность, которая связана с специализацией класса. В общем, львиную долю игрового времени я провел за инженера и как мне показалось, имеется у него такая довольно имбовая специализация, как установка стационарной автоматической турели. Офигенная вещь в том плане, что ставишь ее на относительно просматриваемые местности и после отстреливаешь бежащих врагов, используя оружие и установленную турель. Я вам скажу, равных ей нет и, к примеру, если скоперироваться там тимой 2-3 человека и установить их на определенной местности несколько штук, то данную тиму хрен вынесешь. Но также я не уточнил, что есть возможность вызвать роботического пса из разряда Boston Dynamics, у которого имеется также дополнительная турель и который будет бегать за вами и помогать отстреливать врагов. Единственный вариант, который может адекватно противостоять против команд с использованием автоматических турелей, это конечно же старая добрая техника. Никаких особых нововведений по отношению прошлых частей у нас здесь не произошло, техника себя ведет как в принципе и ранее и ее управление требует тактического подхода. То есть недостаточно просто пойти в самую гущу противника и начинать всех нагибать, так как буквально 3-4 выстрела из ракетницы и вам придет конец. Манера поведения и управления танка особо ничем не отличается от предыдущей похожей части и конечно же Battlefield 4, поэтому если у вас там имеется хороший скилл, то я вас хочу поздравить, заново обучаться не придется. Другое дело обычный наземный транспорт, цель которого доставить вас с точки А в точку Б, вот взгляните сейчас только на обычный электроавтомобиль и на его ускорение. Не знаю честно говоря чем вызвана данная особенность в игре, но несмотря на то, что на сегодняшний день электроавтомобили являются самыми динамичными, в игре они крайне низко набирают скорость и порой тяжелый танк, который в десятки раз тяжелее за тот же же электромобиль набирает скорость на порядок быстрее. Но несмотря на это, удовольствие от давления врагов я вас хочу заверить по прежнему превосходно, даже несмотря на такую низкую динамику, ну которую я что-то очень сильно надеюсь, что в скором времени пофиксят. Техника это конечно хорошо, но главный акцент в игре сделан на использование обычного ручного оружия и собственно об этом мы сейчас и поговорим. К сожалению в Бэтке нас не порадовали большим ассортиментом оружия, имеется две автоматических винтовки, одна ручная, снайперка пулемет-дробовик и два пистолета пулемета. Как и в предыдущих частях баттлфилда, просто отлично ощущается отдача и поверьте, не всегда ее комфортно фиксить без использования к примеру там дополнительных рукоядей, которые будут ее немного гасить. Баллистика и поведение пули после выстрела опять же старый добрый баттлфилд и с части в часть особо ничего не изменялось. Необходимо стрелять немного на вопережение в зависимости от единицы оружия, которую вы используете. Другое дело, несмотря на то, что на PS4 даже уменьшенная карта и я провел на ней немало времени, играть с некоторыми единицами оружия, такие как дробовик, обычные пистолеты-пулеметы или же даже ручной пулемет, с ними практически невозможно. Весь концепт довязан вокруг того, что баталии происходят на больших дистанциях и, конечно же, в приоритете в подобных сражениях будет стоять оружие с высоким уроном. Как по мне, самое топовое оружие из представленных и исключительно под данную карту, которая присутствовала в бета-тестировании, это DM-7. Одиночные выстрелы, за счет чего не особо ощущается отдача и высокий урон. Конечно же, на каких-то там коридорных картах будет просто мастхевно брать что-то из разряда пулеметов, либо автоматических дробовиков, но, к сожалению, под данные реалии использование данных единиц невозможно. Если с оружием все более-менее хорошо, то, к примеру, с использованием гранат какая-то полная мишура. Теперь для того, чтобы, к примеру, нам закинуть гранату, нам необходимо ее взять в руку и держа в руке, после чего мы можем ее забросить, как было раньше. По крайней мере, это было очень удобно для тех гугеймеров, которые играют на геймпаде. Нажимаем L1, герой ее берет и сразу же кидает. Теперь нам необходимо крестовиной вверх взять гранату, после чего аж ее закинуть. Бесспорно, весь акцент делается в реализм и невозможно там за секунду одной рукой оторвать чеку и закинуть гранату, но все же в плане управления с геймпада предыдущая вариация ее использования, как по мне, была лучше. Теоретически старую модель забрасывания гранаты можно трактовать, как будто, например, ее герой отрывает зубами и после чего кидает, либо же перехватывается второй рукой, отрывает и забрасывает. Не знаю, как по мне, предыдущая топ, новая, ну, немного нужно привыкнуть, но пока что не совсем удобно. Теперь давайте подведем итог всему вышесказанному. Собственно, если вы думаете о покупке новой части Battlefield и исключительно для PlayStation 4, то прежде чем совершать данное действие, я бы вам рекомендовал задуматься. По сути, вы отдаете фулл прайс и получаете игру, ну, грубо говоря, так проведем некую аналогию на минимальных требованиях. Если вы знаете, что, к примеру, на PlayStation 5 она за те же деньги выдает гораздо приятнее картинку, имеет более масштабные карты и, соответственно, баталии, и вы знаете, платить за немного урезанную игру и исключительно для PlayStation 4, как по мне, это преступление. Безусловно, вы можете разделить, и, как я считаю, это уже приемлемый вариант, одну игру там на 2-3 консоли со своими компаньонами и, соответственно, разделить стоимость. Это уже будет куда-никуда вменяемо, но отдавать фулл прайс за такой некий урезанный вариант для PlayStation 4 с уменьшенными картами, уменьшенными баталиями, с урезанной на порядок графикой, как по мне, это преступление. Поэтому, если перед вами будет стоять вопрос покупать сейчас за фулл прайс игру и исключительно для PlayStation 4, моя бы вам была, ну, опять же, субъективная рекомендация, скорее нет, чем да. Конечно же, конечное решение будет стоять только за вами, поэтому, дорогие зрители, я свою точку зрения сказал, Battlefield в целом неплохой, но, опять же, для PlayStation 4 инноваций не так уж много, а хотелось бы в 2021 году, по крайней мере, под конец 2021 года увидеть графику на той же PS4 гораздо лучше, но в силу того, что производительность консоли этого не дает, мы видим практически неизменившуюся графическую составляющую из того же Battlefield 5. Конечно же, переведена немного в другое амплуа, исполнение и время. Поэтому, дорогие зрители, спасибо, что смотрели обзор на Battlefield 2042 на PS4, если вам ролик понравился, то обязательно поддержите его лайком, канал подпиской и обязательно еще услышимся. Всем пока!